Шамати, статья 65. Открытое и скрытое. Сказано, скрытое Творцу нашему, а раскрытое нам и детям нашим, навечно, дабы выполняли мы сказанное в Торе. Зачем сказано, скрытое Творцу? Разве скрытое означает непостигаемое нами, а раскрытое означает постигаемое нами? Но мы видим, что есть знающие открытую ее часть. Не имелось же в виду, что знающих открытую часть больше, чем постигающих скрытую. Думать так значит домысливать от себя. В нашем мире есть доступные всем действия, которые каждый может совершить, а есть такие, что происходят, но человек не может в них вмешаться. Только какая-то невидимая сила действует внутри и производит действия. Например, сказано мудрецами, трое создают человека, Творец, Отец и Мать. Открыта нам заповедь «Плодитесь и размножайтесь», которая выполняется родителями. И если они поступают правильно, Творец дает душу-зародышу, то есть родители делают открытую часть. Ведь только открытая, известное действие они в состоянии совершить. А скрытая часть состоит в передаче зародышу, души, в чем родители не в силах участвовать. И только сам Творец делает это. Так же и при совершении заповедей мы делаем только открытую их часть. Ведь только это мы в состоянии сделать, то есть заниматься Торой, выполняя его наказ. Но скрытой частью, душой этих действий, человек управлять не в силах. И потому во время выполнения действия, заповеди, необходимо молиться Творцу, чтобы исполнил свою скрытую часть, то есть дал душу нашему действию. Действие называется свеча, заповеди, но свечу необходимо зажечь светом Торы, отчего и помещается в действие его душа, как видно на примере зародыша, в создании которого участвуют трое. Поэтому сказано, открытая часть нам, то есть нам надо делать все, что только в наших силах, и только в этом мы можем действовать. Но постичь душу и получить жизненную силу зависит только от Творца. И это называется скрытая часть Творцу нашему. То есть Творец гарантирует нам, что если мы совершим действие, которое раскрыто нам на условиях выполнения Торы и заповедей, в раскрытой части, то Творец даст для этого действие душу. Тогда как прежде, чем удостаиваемся скрытой части души, раскрытая часть – действие подобно мертвому телу, то есть главное удостоится скрытой части, которая в руках. Продолжение следует...